Вас приветствует сеть печных магазинов про камины. Меня зовут Владислав. Сегодня у нас на обзоре новинка 2023 года от бренда Fireway. Каминная топка Agnet. Данная топка уже тестировалась в нашем фирменном магазине в поселке Тайце. Сегодня мы ее привезли на наш тестовый полигон в поселок Первомайское, чтобы сделать для вас обзор. К тому же у нас здесь не только каминная топка, но и облицовка для нее из пероксинита. Но для начала получше познакомимся с топкой. Agnet имеет вертикальное расположение топочной камеры. Такой формат каминных топок чаще изготавливается из стали, реже, как и в нашем случае, из чугуна. Такая форма позволяет видеть пламя на всей его высоте. Как будет в нашем случае, мы посмотрим далее во время растопки. На боковых панелях видны массивные ребра жесткости. Они, во-первых, увеличивают прочность конструкции, уменьшают вероятность деформации и, как следствие, продлевают срок службы отопительного прибора. А во-вторых, увеличивают теплоотдачу каминной топки. На задней стенке виден выступающий элемент. Это каналы подачи воздуха на вторичный дожиг. В верхней части отопительного прибора мы видим домосборник сферической формы. Он необходим для задержания и вывода в дымоход дымовых газов. Отдельно стоит отметить патрубок дымохода. Его диаметр 150 мм. Реализован при помощи отвода под 45 градусов из чугуна и усечения дымовой сферы. Крепится на двух винтах. Его можно подключить как вертикально, так и горизонтально. Для этого необходимо открутить винты, повернуть патрубок и закрутить обратно. Между топочной камерой и дверцей предусмотрен вынос. Он необходим для удобства установки облицовки. При использовании каменных облицовок важно понимать, что толщина камня не должна превышать 7 см. А длина выноса составляет 8,5 см. Габаритные размеры топки. Высота составляет 89 см. Глубина с учетом ручки 66 см. А ширина 45 см. Номинальная мощность отопительного прибора составляет 12 кВт. Этого хватает, чтобы обогреть помещение до 240 кубических метров. Дверца вместе с рамкой массивная, выполнена из чугуна и имеет рельефную фактуру. Глубина рамки составляет 5 см. Топка будет очень эффектно смотреться как на фоне каменной облицовки, так и на фоне кирпичной. Диагональ стекла составляет 47 см. Топка открывается за удобную ручку поворотом по часовой стрелке. Чтобы не обжечься, мы рекомендуем использовать либо перчатки, идущие в комплекте, либо термостойки и краги. По периметру дверцы и стекла проложен термостойкий шнур для улучшения герметизации. Стекло крепится на четырех металлических язычках с болтами. Два справа и два слева. За дверцей находится ограничитель дров. При необходимости его можно легко извлечь, чтобы провести ревизию. Все стенки топки и пламегаситель выполнены из вермикулита. Под дверцей располагаются два рычага подачи воздуха. Левый отвечает за подачу воздуха на первичный розжиг. Он через боковые стенки подает воздух через эти отверстия. Правый отвечает за подачу воздуха на вторичный дожиг. По задней стенке воздух проходит по специальному каналу и выходит через эти отверстия в верхней части топки. В верхней части топки расположен огромный канал подачи воздуха на стекло. регулируемый этим рычагом. Воздух забирается за рамкой, после чего попадает на стекло. Благодаря этой функции ваше стекло будет максимально долго оставаться чистым. А теперь давайте приступим к сборке каминной облицовки из натурального камня. Она у нас находится в деревянной обрешетке, мы ее распакуем и предварительно разложим на полу для более удобной сборки. Каминная облицовка собрана. В данном случае это прототип. Можно заметить чель потопка и отсутствие конвекционных отверстий. В данном случае используется камень пероксинит с обработкой антик. Ее для нас любезно изготовила компания Pirox. В нашем случае облицовка трехстенная. При желании заказчика можно заказать четвертую стенку, другую модель или другой тип камня. Под заказ доступны три вида. Талькохлорид, пероксинит и змеевик. Талькохлорид бывает в нескольких видах обработки. Полированный с глянцевой поверхностью, шлифованный с матовой поверхностью и в обработке щеткой, при которой поверхность камня становится более фактурной. Пироксинит же обрабатывают щеткой и полируют, а змеевик только полируют. Давайте приступать к растопке. Горение подовое. Максимальный размер дров горизонтально 30 сантиметров, вертикально 35 сантиметров. Ну, по крайней мере, по рекомендации производителя. Для растопки используем дрова камерной сушки с влажностью не более 20%. Чтобы погоня лучше схватился, добавили немножко коры. Ну, а теперь заложим обратно ограничитель дров, откроем все подачи воздуха и закроем топку для лучшей тяги. Топка у нас вышла в рабочую температуру. Давайте попробуем отрегулировать горение. Для начала закроем первичную подачу воздуха. Как вы видите по соплам снизу, он работает. Ну и моментально закрываем, и воздух перестает подаваться. Теперь мы лучше видим подачу воздуха через вторичный дожиг на задней стенке. Ну и воздух сейчас поступает только в верхнюю часть топки. Со стекла и со вторичного дожига. Соответственно, давайте попробуем закрыть его. Немного, все равно воздух поступает. В этом нет ничего страшного. Ну и давайте попробуем перекрыть подачу воздуха на стекло. Даже при минимальной подаче воздуха на вторичный дожиг, практически полностью гаснет пламя. Так, ну и давайте попробуем открыть только вторичный дожиг. Мы можем сейчас наблюдать интересное фаер-шоу. Воздух вытягивается в дымоход и не полностью поступает вниз топки, поэтому горение снизу практически отсутствует. Ну, давайте поможем вторичному дожигу. На половинку откроем стекло. Подачу воздуха на стекло. Пламя начинает все сильнее и сильнее захватывать топку. Ну и давайте полностью откроем подачу воздуха на стекло. Прямо как свет включили. Давайте попробуем сейчас еще раз закрыть только стекло. Не хватает все равно. Теперь погнаться на горение. Давайте попробуем перекрыть стекло и открыть первичную подачу воздуха на горение. Пламя окутывает всю топку. Давайте попробуем закрыть вторичную подачу воздуха на вторичный дожиг. И открыть подачу воздуха на стекло. Пламя начало тянуться к стеклу. Возможно, с вашей стороны не видно, но с моей видно, что по планегасителю пламя обходит и доходит практически до стекла. К сожалению, во время съемок случился небольшой казус. Мы сломали микрофон. Так, перейдем к замеру температур. Рамка у нас нагрелась до 190 градусов. С боковой стороны и с верхней стороны 140 градусов. Что самое интересное, камень в нашем случае пероксенит, и он достаточно сильно нагрелся. На лицевой стороне у него 97 градусов. На боковых стенках верхней части по 79 градусов. На боковых стенках около топки, ну тут как посмотреть. В верхней части 82 градуса, а в нижней части 41 градус. Панель достаточно большая, поэтому она не так равномерно нагрелась. И в верхней части 72,5 градуса. Пероксенит очень быстро нагревается и очень быстро отдает тепло. Но не будет так долго держать тепло, как телькотлорит или змеевик. Это нужно понимать. Давайте подводить итоги. Из недостатков. Во время эксплуатации отопительного прибора немного закоптилось стекло. Из преимуществ. Интересный внешний вид, классический дизайн и массивная рамка будут эффектно смотреться в любом интерьере. Вертикальное расположение каминной топки в чугунном исполнении очень редко встречается на рынке. Если вы ищете что-то подобное, Agnet станет вашим выбором. Каминная топка будет очень эффектно смотреться в облицовке из кирпича или в облицовке из рваного камня. Благодаря хорошей системе дымоотведения, температура на патрубке дымохода не превышала 230 градусов во время интенсивного горения. А еще компания Fireway поделилась с нами наработками по поводу новой рамки для данной топки. Выглядеть она будет вот так. С вами была сеть пищных магазинов ProKami. Сегодня мы находились в поселке Первомайское. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про колокольчики. С теплом для вас. Владислав.